Сергей Федорович, вот смотрите, вот с чего, собственно, начинали эту тему, это с того, что НАТО не разрешает Польше сбивать ракеты, дроны. Смотрите, а вот Литва сейчас и, в принципе, Латвия, да, вот эти вот ближе страны, гранича Российской Федерации, они сейчас начинают укреплять свои границы, готовить также свои войска и так далее. То есть, и также мы видим, когда падали тоже дроны на их территорию, в принципе, особенно у Латвии, да, они укрепляют ПВО свое, то, я так понимаю, если они укрепляют ПВО, то есть им можно будет сбивать российские дроны на своей территории. В чем разница тогда между странами НАТО? Ну, дело в том, что, наверное, тот случай, который был в Польше, это связано с тем, что поляки хотели бы такого общего решения в НАТО по вот этому противодействию, сбитию дронов, ракет и общие решения, чтобы потом в случае чего была такая общая ответственность, общие усилия для того, чтобы противостоять этому, возможно, вот этого не было. А такого запрета какого-то нету для страны защищать. Страны суверенные, есть своя территория, свое небо, и его нужно защищать. В Румынии тоже был аналогичный случай с беспилотниками, и оппозиция критиковала румынская власть, что не было предприняты шаги с тем, чтобы уничтожить эти беспилотники, потому что они залетели на территорию Румынии и полетели дальше в Украину. То есть выходит так, что их самолеты румынские сопровождали и ничего не сделали, но на самом деле там было объяснение и президента, и министра обороны, что в законодательстве Румынии не указаны беспилотники, и как бы технический прогресс пошел вперед, а бумажная работа, как бы законы, они отстают от жизни. И они сейчас в Румынии введут новые формулировки с тем, чтобы была возможность юридически правильно, чтобы действовали военные и сбивали также беспилотники. Я думаю, что это будет происходить. Швеция готовится отправить своих военных в Латвию. Более 600 армейцев присоединятся к сухопутным силам НАТО по сдерживанию России в Балтийском регионе. Министр обороны Латвии Андрис Пруц отметил, альянс готов ответить на любой тип угрозы. Россия – это экзистенциальная угроза, и мы должны быть готовы к различным сценариям. А шведская миссия показывает, что мы, как альянс, готовы ответить на любой тип угрозы, будь то здесь или где-либо вдоль границ НАТО. Андрис Пруц, министр обороны Латвии. Сергей Федорович, в Швеции и Финляндии самые свежие новые члены альянса. Норвегия давно состоит в НАТО. Как вы считаете, смогут ли эти новые, новоприсоединившиеся страны быстро мобилизоваться в случае необходимости? Насколько сейчас мы видим, что эти страны готовятся вместе с балтийскими странами-членами НАТО в случае необходимости отразить угрозы России? О, да. Никаких проблем в Швеции и Финляндии с подготовкой нет. Эти страны были нейтральными в свое время, и они опирались на собственные вооруженные силы. Поэтому они уделяли серьезное внимание вооруженным силам, проблемам безопасности, финансированию армии и усиливали себя. В отличие от Украины, которая, когда в 2010 году провозгласила нейтралитет в неблоковость, то вместо того, чтобы усиливать вооруженные силы, ну раз мы надеемся только на себя и больше не на кого-то, конечно, у нас должны быть очень мощные вооруженные силы. Но вместо этого сокращались, тут были министры с российскими паспортами, сокращались отдельные военные части, закрывались военные части, сокращалось количество военнослужащих. А эти эмиссары, псевдоаналитики или псевдоэксперты, которые приезжали с Москвы или неизвестно откуда, их никто здесь раньше не видел, они предлагали такое, что раз НАТО не нападет на Украину, Россия тем более, это же братская страна. Поэтому Украине вообще армия не нужна. Нужны только полицейские системы, чтобы порядок на улицах был, а армия совсем не нужна. То есть такой нарратив внедрялся в Украину. Поэтому в отличие от Украины, которая до начала Российско-Украинской войны фактически была нейтральным государством, и Россия напала на нейтральную страну, не блоковую, нейтральную страну, так гласило законодательство Украины, то в отличие от Украины, которая ослабляла свои вооруженные силы, Швеция и Финляндия серьезно их усиливали. Но они посчитали, очевидно, что этого мало, этого недостаточно, и лучше быть в системе коллективной обороны в рамках НАТО. Поэтому эти страны сегодня входят в НАТО, и видите, они активно помогают другим странам, балтийским странам укреплять свою безопасность. Сергей, также еще хочется понять, вот вы уже обсудили с моим коллегой о том, что вот новоприбывшие, скажем так, страны НАТО, они будут готовы к тому, чтобы помочь странам НАТО в случае чего бороться с Российской Федерацией, и вообще, в принципе, с угрозами, и вот уже с Швеции отправляют вот с дня на день солдат на восточный фланг, и вот в Латвии особенно, да, в Латгале, там вот размещены мобильные боевые группы, это вот чтобы сбивать дрона, а еще и будут вот так же в Латвии отправляться и шведские солдаты. А вот если говорить о Польше, опять-таки, там расстраиваются тоже свою большую армию, и, ну, уже дотягивают до 300 тысяч, хотя дотянуть, да, и так получается, что будет третья армия в мире. Это что значит, что все-таки восточные страны, ну, вот фланга НАТО, они должны рассчитывать все равно на себя, они не, ну, как бы рассчитывают на страны НАТО, которые вот в случае чего будут защищать их страну, потому что вот так, как выражается глава Генштамба вооруженных сил Польши, он призвал готовиться к войне, вот как вы оцениваете его заявление в том числе? Ну, я думаю, заявление правильное. Если есть гипотетическая такая опасность войны с Россией, то нужно все сделать для того, чтобы усилить свои позиции, свои возможности, тогда, возможно, войны и не будет. То есть, если бы в Украине мы делали то же самое, а война нависла над нами, то есть нужно было укреплять территориальную оборону. Десять лет российско-украинской войны время было создать хорошую территориальную оборону, подготовить военнослужащих, а не делать это уже, когда падают ракеты и как бы движутся российские колонны. И, конечно, это уже было тяжелее. Но мы справились все-таки. Это во-первых. Во-вторых, ну, армия польская, если по численности, это, возможно, третья в Европе. Потому что в мире есть большие армии, там многочисленные, там китайская армия, там большое количество солдат в Индии. Я боюсь ошибиться по количеству. Но если говорить о Европе, то, конечно, в Польше большая армия, больше, чем в Германии сегодня, потому что они больше чувствуют эту угрозу. Но в чем тут, как бы, особенность балтийских стран и Польши? Тем, что они, как бы, ощущают эту опасность, они исторически понимают, как это все происходит. И нужно готовить. Поэтому на просьбу этих стран другие страны МАТа усиливают там свое присутствие. И есть, как бы, ну, кураторы вот этого международного присутствия. Насколько я знаю, в Эстонии это Британия, в Латвии это Канада, в Литве это Германия, а в Польше это Соединенные Штаты. Но другие страны также, также наполняют какие-то свои возможности, предоставляют для этих стран отдельные подразделения, так как вот в данном случае Швеции, в Латвии, с тем, чтобы усилить восточный фланг НАТО и соответствовать новой концепции защиты НАТО. Потому что прежняя концепция, она выглядела так, что восточный фланг НАТО не был укреплен. Ну, Россию все-таки воспринимали как партнера, стратегического партнера. Никто не ожидал такой беды и провокации. Поэтому, как бы, восточный фланг не был укреплен. Но на всякий случай концепция войны с Россией предполагала то, что если Россия захватит какие-то территории, будет продвигаться на Запад, то более в западном направлении от линии соприкосновения соберутся европейские силы, подождут американцев, вот здесь ключевое слово, подождут американцев и вместе потом выбьют россиян с территории стран-членов НАТО. Ну, после российской агрессии в Украину все страны решили, что они не хотят такого сценария, они не хотят ни одного дня быть под оккупацией, учитывая те зверства российских солдат над цивильным населением, которое происходит в Украине. эти убийства мирного населения. Поэтому, фактически, поменяла НАТО концепцию. Сейчас она направлена на то, чтобы не допустить России вообще продвигаться на территорию стран НАТО. Для этого усиливается вот восточный фланг и шведские присутствия здесь помогают.